Новогодние праздничные выходные закончились, но для кого-то даже не начинались. Все эти дни житель деревни Непотягова Вологодского района провел за работой на роднике, где организовывал отдых для своих гостей со всей области и не только. Это место благоустроил он сам. Местный водоем с царских времен славится чистой родниковой водой. Здесь местный житель Николай Соколов воплотил в жизнь свою детскую мечту. Я так-то, как говорится, боевой офицер в отставке. Это была мечта моего детства, создать вот это местечко. Я жил раньше здесь, в Голубково, в соседней деревне Нагорки. Сюда пацанятами все бегали. Вот этот водоемчик, вот эта бывшая барская запруда. А история родника вообще уходит далеко на 200 лет назад и может и больше. С Голубково шел канальчик, там барские усадьбы были в Голубково. Сейчас-то их не существует там. Все разрушено было, я даже не помню. Там церковь была Иоанна Предтечи. В 1763 году была построена. Одноэтажная, каменная, трехпрестольная. И оттуда, вот там система прудов. Из одного во второй, потом в третий перетекала вода. Из третьего пруда, амберинкой назывался. Не знаю, почему, не нашел историю этого названия. Вот, оттуда выходил шлюз и по каналу, по каналу, вот полкилометра сюда, на лодках, значит, помещики спускались в этот водоемчик. Вот, на том, вот мысочке была здесь у них беседочка. Они приплывали, здесь чай пили. Вот, ну, как говорится, по праздникам. Работ по благоустройству предстояло немало. Николай Александрович вычистил от Ила дно запруды. Отсюда вывезли 800 камазов землей. Посадил сосны и решил построить на берегу небольшую часовню. Начал я ее рубить в 2006 году осенью, а вот на седьмое, на крещение в 2007 году, вот пропилил эту дверьку, и люди пошли, иконочки повешали. Часовинка освящена у меня в честь Николая Чудотворца, святителя Мерликийских Чудотворцев. Это первый родничок. Конечно, когда начинал-то, хотел навесик просто сделать. А вот не знаю, так вот Господь руками моими творил, вот и чувствую, что у меня строится часовинка, получается. И так вот часовинка Александр Лебедев, вот, меня ее освящал. Вот этот вот верхний у меня как бы родничок, он самый старый. Вот, тот-то помоложе, а тот, ну, оборудован, типа, тот помоложе. Тот раньше под водой был, когда плотина-то рабочая была. А с этого родничка все и было, вот туда по тропиночке с Голубкова ходили сюда. За водичкой. Я вот на этой воде вырос, наверное, весь. Дети у меня и внуки растут на этой воде. Мы уже несколько лет сюда ездим. За это вода, вода очень вкусная, нам очень нравится. И народу здесь очень всегда много. Особенно в крещении вы были. Я даже сама в пруду вот там окуналась. Здорово. Первоначально Николай Александрович облагораживал родник для себя и в память об отце, который приходил сюда молиться. Но вскоре место обрело свою популярность. Ему присвоили имя Соколовский родник. Все больше людей о нем узнает и приезжают сюда регулярно целыми семьями. Раза два-три в неделю приезжаю сюда, обливаюсь водой холодной. Это уже в традицию вошло, наверное, третий год подряд. Начинаю с первого снега и заканчиваю последним снегом. Кто-то обливается водой, катается по местному лесу на лыжах и с горок. Многих своих гостей Николай Соколов знает много лет. Он разводит костер и поит их чаем. Это вот книга отзывов у меня. Это уже четвертая. Вот кто, если хотя бы за свою жизнь половину таких благодарностей получит, напишет, значит, жизнь прожил не зря. А у меня уже она четвертая. В другой раз вроде придешь, что-то так и нахулиганину, а книжечку откроешь, прочитаешь, и все, оттаял, уже все прошло. Вот, так что, говорю, делаю не для... Вот итальянцы приезжали у меня в праздники с Италии. А так вся Европа побывала, с Австралии приезжали. В крупные церковные праздники Николай Александрович принимает по несколько тысяч гостей. Сейчас вовсю идет подготовка к крещению. Так, он лучше промораживает. Сейчас пропиливал, толщину льда мерял, порядка 35 сантиметров. Вот, толщина льда. Ну, этого достаточно, чтобы, как говорится, провести крещение этого водосвятной молебенда. Люди, чтобы покупались. Здесь, обычно, здесь вот у меня казаки две палаточки ставят, тоже 4 на 4 обогреваемые, вот, теплые. А здесь эти МЧС ставят большую палатку. Жду где-то порядка, наверное, тысяч пяти, потому что будет с пятницы на субботу, вот, время. Ночью, наверное, будет у меня аншлаг тут хороший. На благоустройстве Соколовского родника Николай Александрович не собирается останавливаться. Он при помощи неравнодушных людей заложил фундамент будущей церкви в деревне Непотягова. Мы решили в Непотягово поставить церковь, так как сейчас там центральная усадьба, Спасского поселения, все нам выделили участок, 60 соток, где бывшая начальная школа была за сельсоветом, там, вот, бабушки-то и говорят, говорит, коллега, сделай, хочется при этой жизни, говорит, походить в церковь свою, именно свою, не в город куда-то ездить, свою, говорит, пойдем на почту или в сельсовет, говорит, говорит, куда-то в магазинчик, так, зашли, говорит, помолились. В зале-то заложил фундамент, вот, там будет три воскресных класса, церковно-приходской школы на первом этаже, просворня будет и иконная лавка, а на втором этаже сам храм будет, там будет, значит, 78 квадратных метров, там, а это помещение, будет комната батюшки, ризница и алтарь, соответственно, вот, вот, а так, семь куполов, люди с пониманием относятся, если честно сказать, так, многие даже сами предлагают, не прошу, а предлагают, там, приходят, говорят, это, вот, на церковь, это на церковь, пожертвуют так.